Ну что, друзья, всем привет, с вами Кальция Робзи и добро пожаловать в Brawl Stars на сервер разработчиков! Но вы скажете, Робзи, какого чёрта ты там забыл? Неужели новый сникпик? Да, друзья, сегодня у нас новенький, свеженький сникпик, но вы снова скажете, какой ещё сникпик? Ты же показал нам нового бравлера, ты показал новые события в мапмейкере, что ещё может быть? Друзья, готовьтесь, потому что сегодня я впервые покажу вам новое событие силовая лига, и не просто покажу, а ещё расскажу и сыграю в неё, ребят, серьёзно, информации будет очень много, поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёк, берите печеньки и самое важное, поставьте лайк этому видео, нажмите на красную кнопку подписаться, если вдруг ещё не подписаны, И, ребят, внимание, если вы хотите принимать участие во всех конкурсах на канале, или просто меня поддержать, зайдите в магазин и проверьте, введён ли у вас код автора Робзи, это максимально важно Итак, ребят, силовая лига, это просто нечто, это просто пушечка, вы только взгляните, вы взгляните на эту красоту, информации будет, правда, огромное количество, и честно признаюсь, я буду читать с блокнота, потому что её слишком много, и по пути буду всё вам рассказывать и показывать И ещё, друзья, небольшой спойлер, сегодня я покажу вам новый скин на Пенни, контрабандистка Пенни, и она реально офигенная, ну что, готовы? Погнали Итак, силовая лига, силовая лига заменяет силовую гонку и разблокируется с 4,5 тысячи кубков, понимаете? Окей Игроки могут играть неограниченное количество матчей в день, то есть сколько угодно, вы можете играть один матч, а можете играть тысячу, если, конечно, сможете В общем, продолжительность сезона составляет 10 недель, и она привязана к Бравл Пассу, то есть, когда у вас начинается новый сезон Бравл Пасса, ребят, вы активируете новый сезон силовой лиги Но в этом сезоне силовая лига будет длиться намного меньше, потому что она будет длиться ровно столько, сколько осталось до конца сезона Космоопера Стар Вот такая вот штука Формат всех матчей 3 на 3, то есть у нас всегда 3 на 3, друзья, у нас нет такого, чтобы играли 2 на 2 или 1 на 1, то есть не будет столкновения Все матчи 3 на 3 Все игры проводятся в одном случайно выбранном игровом режиме и карте, то есть, когда вы нажимаете, у нас идет выбор события рандомный и совершенно рандомная карта Перед началом матча происходит фаза запрета и выбора, да, то есть вы выбираете себе Бравлера и одного блокирует ваша команда Ну и, конечно же, ваши соперники блокируют вам одного Бравлера, которого выбрать невозможно Обе команды вначале делают слепой блок, то есть они блокируют одного Бравлера, кстати, можно заблокировать одного и того же, то есть это позволяется То есть вы не только, допустим, заблокировали, допустим, Пайпер и другая команда тоже может заблокировать Пайпер, вот такая вот фишка То есть, можно блокировать одного и того же. Фаза выбора идет по очереди, так что можете думать, кого выбирать до самого момента выбора. Вы не можете взять того же бравлера, что и ваш противник. То есть, у вас 6 человек, 3 на 3, и у каждого будет разный бравлер. Нельзя взять одинаково. Одиночная лига и групповая. Каждая имеет отдельный выбор и прогрессию ранга. То есть, вы можете играть, допустим, силовую гонку как в одиночном режиме, так и в командам. То есть, вы можете и там прокачиваться, и там. Но прогресс будет отдельный. То есть, понимаете, прогресс будет отдельный. Вы не можете, допустим, подняться в одиночном, а потом забить и дальше апаться в групповом. Нет. Они будут иметь разную таблицу. Дальше информация про подбор и прогресс игроков. Игроки подбираются на основе их текущего ранга. Одиночный режим имеет жесткий предел. То есть, смотрите. Допустим, вы зашли в одиночный режим, и у вас будет подбор противников плюс-минус 2 ранга. То есть, если, допустим, у вас золото первое, вас не бросит играть против мастера, или, допустим, легендарный третий, вас туда не бросит. Вас бросит, допустим, если у вас золото первое, то вас бросят максимум на золото третье, или на серебро второе. Плюс-минус 2. Командный режим позволяет играть любым игрокам с любыми рангами в команде. Подбор игроков производится на основе самого высокого ранга игрока в команде. Допустим, у вас, я не знаю, два игрока с бронзой 2, и один игрок, допустим, с легендаркой третий. То против вас будут подбираться игроки легендаркой третий. Так что берите себе игроков поменьше, если хотите быстро апнуться. Хотя, с другой стороны, чем выше ранг вашего противника, тем больше прогресса вы зарабатываете. То есть, если вы на каком-то маленьком ранге выиграли топов, то вы заработаете больше очков и больше продвинетесь по вот этой вот линии, ребят. Это же круто. Это реально круто. Кстати, не обращайте внимания на сыграть матч в этом сезоне 5 раз. Там будет что-то другое. Там не будет этой контрабандистки. Поехали дальше. Итак, друзья, нажав на одиночный режим, у нас идет подбор противников, а также выбор рандомного события. Попадается осада, где мы будем сражаться 3 на 3. Синяя команда против красная. Бросается монетка, начинает красная команда. Капитаны команд запрещают бойцов. Дается 20 секунд. То есть, смотрите, у капитана команды над головой видна корона. И они запрещают какого-то одного игрока, либо двух. Допустим, смотрите. Мы запрещаем, и я не вижу, кого запретили. И другая команда тоже. Мы запретили, смотрите, мы запретили с вами Эдгара, а они запретили нам Ниту. То есть, эти бравлеры уже запрещены. Дальше идет выбор. Дается 10 секунд, ну чуть больше 10 секунд каждому игроку. Я уже пометил, что я хочу выбрать, конечно же, СТУ, ребят. Противник выбирает Фрэнка. И я выбираю, конечно же, наверное, все-таки СТУ. Наш Витя выбрал Мистера Пи. И еще остальные. То есть, 20 секунд. Сверху идет прогресса выбора. То есть, у нас вот эта вот линия должна дойти до конца. Только тогда начинается это событие. У нас еще один человек не выбрал, ребят. Не выбрал никого. Видите, противник тоже сейчас выбирает. Следующий. Написано его, ники, следующий. Итак, наш выбирает 8 бита. Ну, то есть, готовится выбрать 8 бита. Выбирает. Противник уже не может взять ни Мистера Пи, ни 8 бита, ни СТУ. Выбирают они Фрэнка. Они выбирают Брока. И выбирают Макс. То есть, вот такой. Над делает выбор. Смотрите. Погнали. Последнее приготовление. В 18 секунд. Здесь мы выбираем свои пассивки. И выбираем гаджеты. То есть, вот это место тоже важно. Не забудьте. Выбрать можно и гаджет, и пассивочку. Вот так вот приготовились. Все. Все. Я выбираю себе пассивку на подхил. Выбрал здесь гаджет. Он всего лишь один. Здесь другого варианта нет. И начинается бой. Начинается бой. И будет замес до двух побед. То есть, команда должна выиграть два раза. Я думаю, что весь бой показывать нет смысла. Хотя, возможно, это будет интересно. Мы здесь, скорее всего, выиграем. Поэтому этот момент мы перемотаем. Мы снесли. Главное показать, как это работает. Смотрите. Заканчивается. И мы получили одну победу. Галочку получили. Начинается второй раунд. Второй раунд. Осада тоже самая. Та же карта. Снесем. Да. Да. Снесем, ребята. Это вторая победа. И все. Вот. Вот они очки. Вот они очки победы. Синяя команда победила. Забирает. Это одиночный режим. Как видите, у всех. Кстати, не у всех. Есть у кого вторая бронза. Мы получаем здесь небольшую прокачку. Как видите, то есть полоса прокачалась практически до второго. До второго ранга, ребят. Вот такая силовая гоночка. Я думаю, что будет просто суперинтересно. Я думаю, что постараюсь поднять максимальный. Я не знаю, получится ли это. Но я буду очень стараться. Надеюсь, вы мне поможете. Будете поддаваться, если поведетесь. Ладно, ребят. Поехали дальше. Ранг игрока будет снижаться после каждого сезона. Топ-500 игроков также должны оставаться активными в течение всего сезона, чтобы сохранить свой ранг. Им нужно играть по крайней мере один матч через 7 дней или наоборот. Они будут терять свою прогрессию из-за неактивной недели. Пока они больше не войдут в топ-500. Вот так вот. Награды. Игрок имеет право на получение награды в конце сезона. Если он сыграл хотя бы один матч еще не всего сезона в пауэрлиге, ну или в силовая лига. То есть пауэрлига на английском, силовая на русском. В общем, вы понимаете. Вы все понимаете. Эксклюзивный награда скин контрабандистка Пенни, которую я вам прямо сейчас покажу. Она реально офигенная. Вы посмотрите на эту красавицу. Да, конечно, я вам прокажу ее атаку. Я покажу вам ее ульту и все-все-все. Окей, смотрите. Эксклюзивная награда скин контрабандистка Пенни. Должен быть разблокирован, достигнув определенного ранга в силовой лиге. То есть она будет разблокирована, если вы получите какой-то ранг. Пока неизвестно какой. Предложение скина будет видно в магазине. В честь и не всего сезона для игроков выполнишь условия разблокировки. Этот скин также будет доступен позже в регулярном предложении для игроков, которые выполнили условия разблокировки в течение этого сезона. Игроки, которые не участвовали в сезоне пауэрлиги, не смогут приобрести его даже и позже. Вот так вот. Награда за пин-код. Можно разблокировать два разных пин-кода. Один играя в режиме, а в другого для стяжения определенного ранга. То есть будут у нас еще и пины, скорее всего, всякие вот за награды. Но еще, смотрите. Если ваш ранг соло, как я уже об этом рассказывал, если ваш ранг соло, ребята, выше группового, то вы награды получите только за соло. Вот такие вот, вот такие вот штуки. То есть вы не получаете за два ранга. За групповой или за еще какой-то. Будут списки лидеров, пока их здесь неизвестно, потому что я нахожусь на североке разработчик, как вы, макс, заметили. Внизу у нас всякие задания. Они будут отличаться. Не обращайте внимания. Они пока что здесь для теста. И вот такая полоска. То есть у нас начинается, видите, бронза. Бронза первая, вторая, третья. Дальше серебро первая, вторая, третья. Золото первая, вторая, третья. Дальше у нас что это? Алмазный первый, второй, третий. Дальше надают мифический, ребята, первый, второй, третий. Легендарный первый, второй, третий. И самый последний это мастер. Это мастер, за который вы получаете 50 тысяч вот этих вот звездных очков, которые вы потом потратите на скины или на все, что угодно там на... Боже, да что можно потратить? На сундуки. В общем, ребят, показываю, показываю Мпенни. Надеюсь, я все вам объяснил по этой силовой лиге, потому что информации было много. Я читал бумажки, старался рассказать вам максимально подробно. Реально, это крутая тема. Это новый виток в истории Бравл Старса. Это новая тема. Итак, смотрите, посмотрите на ее атаку. Посмотрите, какая она офигенная. Ну, симпотно. Просто бум, какая-то огромная, я не знаю, вылетает бомба. Она летается на какие-то ядерные участки, частички. Смотрите на пушку. Пушечка ставит и стреляется какими-то... Я не знаю, это лучи какие-то. Смотрите, смотрите, какой луч вылетает. Ну, красиво. Ну, симпотно. Ну, мне нравится. Единственное, что пока что не доработали, это взрыв. Взрывается она старыми бомбами. Ну, я думаю, что это все изменит. Я думаю, что все это изменит. Видите, что делается? Мы вот так вот ставим. Мы ставим еще одну пушку. Это исчезает. И взрывается. Я думаю, что это исправит. Я думаю, что поменяют и будет все тип-топ. Даже если мы вот так переставим и взорвем еще раз. Смотрите, просто урон огромнейший. Урон колоссальный. Вот такая у нас Пенни будет. Вот такая у нас будет силовая лига. Надеюсь, вам понравилось. Не пропускайте видосики. Подписывайтесь. Потому что, как только вы подписались, вы знаете, когда выходят обновления. Вы знаете, когда выходят с нимпики. Вы следите за всем, что происходит в Бравл Старсе. Ну, и, конечно, участвуйте в конкурсах, которые я провожу. Видео, в которых... Ну, в которых я провожу конкурсы. Все понятно. Ребят, на этом заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Удачи. И обязательно введите куда-то. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok